Всем привет! Из этого видео вы узнаете, что делать, чтобы петрушка радовала в сезон и в межсезонье и была самой первой зеленью у вас на столе. Петрушка это двулетнее растение, то есть мы высеваем семена в текущем году и срезаем зелень по-прежнему в будущий вегетационный период. Существуют листовые и корневые сорта петрушки. Корневая петрушка имеет порядка 70-80 рассеченных перистых листьев и корнеплод, а листовая петрушка образует порядка 30-40 зеленых листьев. Листовые сорта петрушки более холодоустойчивые, более ароматные, нежели корнеплоды петрушки. А вот листовая петрушка, у которой кучерявые или кудрявые листья, она дольше сохраняет тургор, она более сочная и она более устойчивая к пониженным температурам и к заморозкам. Самыми распространенными кучерявыми или кудрявыми петрушками являются, например, такие сорта, как астра, титан и всем известно моус краузе. Петрушка это одна из немногочисленных зеленых культур, которая хорошо переносит зимовку. Все связано с тем, что она устойчива к пониженным температурам и спокойно сохраняет жизнеспособность и ростовые процессы даже при температуре минус 9 градусов. Этими биологическими особенностями петрушки пользуются производители зелени, которые выращивают ее конвейером на протяжении всего года. В производственных масштабах петрушка высевается от начала ранней весны до поздней осени, это до середины ноября, с интервалом один раз каждые 7-10 дней. Таким образом, одна петрушка всходит, вторая растет, третья срезается, четвертая отрастает и цикл поступления зелени замыкается. К концу ноября месяца петрушка укрывается спонбондами, закрываются теплицы, в которых она растет, но поступление зелени не прекращается. Производители по-прежнему ее срезают и радуют нас свежей зеленью. Как же мы можем воспользоваться производственным опытом для выращивания петрушки в своих открытых условиях? Первое, что мы сделаем с петрушкой, это присыпем ее биогумусом или компостом. Таким образом, мы не только прикроем ее прикорневую часть и обеспечим комфортные условия для зимовки, но и также мы ее будем снабжать дополнительными элементами питания, которые очень важны для корней и для стеблей этого растения. Второе, что необходимо сделать по возможности с петрушкой, которую мы отправляем на зимовку, это срезать наземную часть, но не всю наземную часть, а только загрубевшую, старую. Таким образом, мы простимулируем куст к развитию следующей наземной части. Конечно, если мы полностью срежем петрушку, то она однозначно перезимует, но тогда мы себе не оставим возможности воспользоваться зеленью, которую мы отыщем зимой. Третье, что нам необходимо сделать с петрушкой, это обильно ее пролить. Так называемый влагозарядный или влагозарядковый полив, каждые называют его по-разному. Для чего петрушке, как и любым растениям, которые уходят в зимовку, необходимо обилие влаги в прикорневой зоне, поскольку корневая система не останавливается расти до наступления заморозков, и она постоянно ищет влагу. Если в прикорневой части недостаточное количество влаги, то корневая система будет развиваться слабо, корнеплоды и листовая часть начнут увядать, и впоследствии вымерзание петрушки, к сожалению, не избежать. Поэтому не скупимся и обильно поливаем нашу петрушку из расчета 10 литров воды на 1 метр квадратный. Четвертое, что нам необходимо сделать при наступлении обильных интенсивных заморозков, это укрыть нашу петрушку с панбондом. Таким образом мы обеспечим ее комфортными условиями для зимовки, и когда на спанбонд навалится большое количество снега, нам будет проще отыскивать петрушку, срезать имеющуюся подмерзшую зелень, и лучше делать по спанбонду, чем по тем зеленым частям, которые находятся просто под снегом. А что же делать, если у вас нет петрушки, то можно ее высевать до середины ноября в так называемые подзимние посевы. Температура всходов семян петрушки составляет 2-3 градуса. Если температура от середины ноября будет позволять, то петрушка еще зайдет и спокойно отправится на зимовку, а весной это будет самое первое и ультрараннее зелень на вашем столе. При использовании этих нехитрых советов вы отправите петрушку на зимовку, и при желании и необходимости обязательно найдете сочную зелень под снегом. Оставайтесь на канале про цветок и до новых встреч!